друзья всем привет проскакивали часто в комментариях видео о том что запишите видео про волю v50 хотя их на канале достаточно но в архиве есть интересный экземпляр и он не по низу рынка он очень интересен а чем интересен тем что спустя полгода мы к этому человеку обратились и он готов показать что случилось с этим автомобилем через полгода но обо всем поподробнее volvo v50 что он говорил что она не крашеная деталь была крашена крышка богаче задние пока правое крово имеет и баркер у него не ровно стоит не по всей общей площади она более-менее нормально пока имеем два элемента крашеного и ждем пассажира здесь видно конкретно что крашена вот это крыло даже без толщина мера вот это локально по белому volvo было заявлено то что у него подкрашено слегка одно лишь левое крыло хотя по факту там еще она была ударена и справа ну там прочухано слегка но тем не менее крашеных уже два элемента но тем не менее машина интересная смотрим дальше спит кала лоханы в дачах вот такой вот сейчас дождик на улице ну конечно камера вряд ли передаст но перед это мы только что уехали из нарядно и да 6 и сразу же реки потекли я думаю мне ничего не будет блин диагностика слетела по машине ошибок практически никаких нету бог с ним что у нее окрашены два крыла едем на и 100 потому что ну машина она действительно интересная и если она хорошая снизу то это прямой претендент слегка поторговаться и забрать этот автомобиль так прям с гидроподставкой то ты что для пластмассовой защиты не было на голову стань ручкой поддержала шуруповерта нету есть вроде же 21 век на дворе Что это тут? Что-то влажное, а что? Ну что-то влажное Шаровое залеплено, но нет Как мне сказали, неизвестно Это высокотемпературное Это с подшипника Может быть, да Что-то высокотемпературное, потому что залеплено круг Шрус маловероятно Декстрон Откуда тут декстрон? Сейчас объясню тебе старую еврейскую мульку Берешь декстрон Мертвую шаровую И что? И не скрипит Так вопрос не в том, что она скрипит Вопрос в том, что она Загажена со всех сторон Отдай монтировочку Я ее пошатаю Отсюда Ну да Да нет Ну очень как-то так дико Еще как вариант допускаю, что когда ее меняли Слишком много запрессовали Может Я Решаг Шаровую меняли? Ну Рычаг меняли? Маловероятно Муж Просто набивали Спустя полчаса Эту загадку нам помог решить сам собственник этого автомобиля Он вспомнил, что где-то полгода назад у себя на даче Он наехал на банку со смазкой Она брызнула ему туда И если верить его словам Это может быть правдой Почему? Потому что Смазка с пыльника Если бы разлеталась Она бы разлеталась по всей арке И было бы по периметру масла Для шаровой опоры Ну там слишком дофига смазки Ее там в разы меньше, нежели наляпана там Поэтому Зря Потрачено время полчаса Оно там выглядит удручающе Но ничего кошмарного мы там не нашли Смотрим дальше А ремень вы не меняли на ней, не? ГРМ? Нет, не ГРМ Хотя бы приводной Ничего не менял Ничего не менял Откуда это масел? Вон это что за потёки? От дождя Да Наверное А может вот это все вымыть И ничего и не будет Потому что на этом Уже не знаю сколько лет Так не бывает Ну Не совсем Там оно свеженькое есть Да Ну хрен Я честно Я не лазил Посмотрели там подёгнили Там поклассали Там стоило Там целое Там нет Учитывая то что есть Множественные потёки Есть уже моменты где Надо обращать внимание Куда нужно лезть с ручками Где-то что-то исправлять Плюс уже лёгкая коррозия днища Всё это Говорит нам о том Что на автомобиль Либо надо хорошо торговаться Либо же Уходить не от него Но человек Рогом уперся Говорит Всё я ни цента не упущу Машина очень классная И кошка не ходи В общем дешевле точно не будет Ну раз не будет Значит кури бамбук Машин ещё очень много На самом деле На самом деле Очень плохая была идея Ехать со стороны Житомира в сторону Ковростани Там совсем чуть-чуть Есть дороги Буквально километров Шесть или семь А дальше Всё как было со времён Перезаездов Так и есть Нифига не изменилось Дорога просто ужасная Ну так или иначе добрался Едем смотреть Так сейчас По кузову Следов покраски я Действительно на нём Не увидел Я уже предварительно Посмотрел этот автомобиль Но для акта осмотра Всё равно фиксирую Значения которые Так или иначе Мне придётся потом Выписывать И для того чтобы не забыть Потому как каждый день Машин смотрится много Я сразу фиксирую Значения те которые Они есть Основные ошибки Здесь идут по блоку Управления Такое впечатление Что его Снимали для чего-то Снимали для чего-то Нафига его снимали Нафига его снимали Не знаю Я думаю здесь просто Корректировали пробег Потому что 202 тысячи О Торчик у него работает хорошо Сейчас ещё Запустим заново Покажу Ну Там типа трещина какая-то Я не знаю Это просто Созреватель Не-не-не Я в такен играюсь О Это ясно Не-не-не Ничего нету Нормальный Крышка тоже не снималась Так Стойки тоже целые Тут очень часто ржавеет Разбухает У них вот так И несмотря на это Они всё равно ещё остаются рабочими Это кстати не оригинальная лейба Это заново приклеенная Потому что она сильно толстая Оригинальная она тоньше Кстати много на этом фаркопе не таскали То есть есть следы лёгкие Но так чтоб сказать что его затаскали Так нет Слегка почуханный бампер Где-то кто-то уперся Вон парктроник слегка провалился Да он Чуть болтается Не буду надавливать Но ещё упадёт в середину И будет беда Расцарапанный бампер Пузырёк Под этим Сейчас мы его просветим Не на родном месте висит Что за пузырёк? Или это мусор? Не это пузырёк Или мусор Не суть важно На всякий случай Нигде ничего Как бы следов дикого ремонта не обнаружено Никакого мусора Ничего не вижу Теперь ищем какой у неё есть Тихий осмотр Ну и сертификат ЮАП Саверида Литва Французские документы О печати везде литовские на ней Но очень красивые Плюс один документ Чуть-чуть подправленный Ну ладно Тут такое дело Французского техосмотра Сейчас мы посмотрим Это пока наверное будет Единственное подтверждение Того что у неё действительно Её пробег Не ну Мы как бы ехали понимали что Маловероятно мы упрёмся В оригинальный А нет Вот его техосмотр 7387 Да 187 837 Да Подтверждение пробега имеется И бумажка эта оригинальная Как она выглядит у французской я реально знаю Хотя в принципе Перед тем как ехать Я парню задавал вопрос есть или нету Точно не было Но тут А тут есть Так Дальше Ну вот эта штука Побитая Она практически у всех Я имею ввиду дверная Когда отстёгивается Вот ремень безопасности Он стреляет Пружина оттягивает И он лупится А есть А есть Яма Чтобы его Из него Ало Это Микола По кузову Она действительно целая Наверняка Наверняка Был пробег 187 Зараз В ней 200 206 2 По помилкам У нее Все помилки По мозгу Такое впечатление Что его сняли Включили Запаление А потом Зрозумели Что его нет И Включили Поставили на месте Ну так По кузову Вона есть маленькие подряпины По заднему бамперу Да А так Сам кузов Не фарбованный Коростынь Это город Таких Мощных пацанов Здесь пиво покупают Не бутылками А пиво здесь покупают Сразу 5 литровыми Баклажками Я уже честно говоря И забыл как это И сколько это В моей молодости Когда я был юным Мы покупали 3 литровыми банками Но видать Сейчас 3 литровые банки Не актуальны И покупают здесь Такими здоровыми 5 литровыми баклажками Только что парень прошел Ну Он кстати грузит Не успела заснять Но впечатлила Ничего Она даже не ржавая Подивися На турбину Да Бачу Может документы В гаражах Подъедем Документы Рожковый? Ты машинистом И в колхозе Машинист? Не знаю что такое Рожковый ключ? Нету Дан Пофиг Там 12 Там 12 Там 12 А Хоча бы один Керовец Он Есть Есть На рулевой тяге Или на наконечнике Да Наконечник И тут тоже Все Достаточно Можно Можно Глушить его Теплообменник Насыплется Вольво В 50 Коросты Что могу сказать По этой машине Машина реально сухая Лишь только в одном месте Сзади Справа Возле крепления Там есть Легкая ржавчинка Крепление Глушителя Чуть не сказал Крепление Фаркопа С правой стороны Там Есть одна ржавчинка А так кузов вообще сухой Точки ржавчины Больше я нигде не увидел Что Арки Что Лонжероны Что Вот Поддомкратники Вообще нигде Ничего нету Только в одном месте Мотор сухой От слова Со всех сторон Турбина Здесь Была деланная По документам В Марте месяце Этого года Делалась она в Литве Машина Французская Была По Этой машине Изначально Я спросил у парня Если на нее Французский техосмотр Изначально Французского техосмотра На нее Не было Но в документах Он нашелся Там еще была пачка Документов Типа французских Но с литовскими печатями Ну имеется ввиду Экспортной декларацией Похоже на Общение между фирмами Так скажу Исходя из этих документов Сервисная книжка Я туда даже не заглядывал Хотя он говорил Что там Сервисная книжка Классная Но сервисная книжка Это то чему я особо не верю Потому как они Все рисуются Все делаются Работает двигатель отлично За норм Выходящие Параметры По топливной Нету Все работает хорошо Единственное Что по электрическим блокам Я не посмотрел Насколько Работает Надувает Турбина В параметрах Она или нет Но я Когда был под машиной Поднимали обороты И Ну надувается хорошо Так не удержишь Но опять таки Помацать рукой Показатель Это одно дело А так Машина Достойное Внимание Не имеет В принципе Ни единого Металлического Крашеного элемента Бампера у нее подкрашены Сзади На задней левой Арке Там тоже Не фломастером А лаком Для ногтей Вот этой кисточкой И подкрашенной Серебристым цветом Правда в тон не попали Ну в общем то и все Репнутое сидение На шкуре Молодого дермантина В общем и все Так машина неплохая Могу ее запросто Рекомендовать К покупке Потому что Я не нашел по ней Больших недостатков Рулевые наконечники У нее подстукивают Что правый Что левый Левый больше чем правый Амортизаторы Все четыре сухие Пыльники у нее сухие Надрывов нигде нету Ну в общем Зачетный Нормальный аппарат Нигде Нигде ничего не течет Везде все нормально Везде все сухо Везде все комфортно Ну а я поехал в Киев Не Я понимаю что этот автомобиль Не будет выбран сразу Первым И куплен Потому что Когда люди выбирают машины Они смотрят Как минимум несколько Крайне редко бывает такое Что первый автомобиль Люди спрашивают Хороший Я говорю хороший Все тогда берем Но это бывает редко В основном надо Людям что-то показать Для сравнения Ну и я очень надеюсь Что эта машина не уйдет До того момента Когда мы посмотрим еще что-то Потому что на самом деле Машина интересная Машина неплохая Ну а у нас еще Два с половиной часа Пути домой Поехал я в сторону Родного дома Дали буду Хотел еще несколько слов сказать По парню Вот этот парень Он пригоняет автомобили Но По сравнению с другими Он Порядочный Как минимум Ничего не рассказывает Такого Что да посмотри Да везде все ровно Да везде все классно Впечатление О этом парнишке Реально неплохое Хотя я его уже Видел на границе Я думаю Что я его видел на границе Но лицо знакомое В коростоне Я с ним точно Никогда не пересекался Впечатление скажу так Приятное Сказать что Какой то где то мрак Или что то еще Как очень часто бывает От перекупов Или Например Вчера В фастае мы были Машина не бита Не крашена Все в родной краске Крест на пузе Биряком Буряком Красным цветом Вот машина Которую в принципе Только что осматривали Заявлено В принципе не бита Вообще не крашена По факту Морда это не ее Большие удивления В глазах Типа я не знал Так надо где то припарковаться Где же мы тут припаркуемся Передумываться Вот И в общем 100 км пути В одну сторону В минус Поэтому Ничего хорошего Жалко Олю не взяли Классный материал Мог бы получиться Первое что Я увидел Это машина На левых номерах То есть машина От Nissan X-Trail Висит на Вольве На вопрос Что это такое Он говорит Да это для того Чтобы камеры Не ловили меня Житомирская окружная Парень говорит Вот 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 Еду еду Сейчас буду Ну что вы приехали Да мы приехали А ну хорошо Тогда через 10 минут Сейчас моя жена приедет Ну а потом и я приеду Очень часто В последнее время Бывает такое что Звонишь девушке Приезжает какой то Парень Мужчина Перекуп Не важно кто Здесь ситуация Радикально наоборот Звонишь Перекуп Он говорит Да все классно Машину сам пригонял Вот недавно Только встала на украинские номера Украинских дорог не видела Но приедет показывать девушка Ждем Сейчас будет Опиздает Опиздает Как полагается Порядочной девушке Уже на 15 минут Значит вот вот Должна быть А вот и тетенька Приехала Да Общались с дяденькой Приехал тетенька Классика жанра Все хорошо Машина стоит Только приехала Вот никто на ней не ездит Украинских дорог не видела По итогу этой машине уже Вот так вот так вот Не У-у-у Ну тут уже Конфатка приедет Да А ты уже ее бюсрал Кожаный салон Максимальная комплектация Без парфрасок Родной пробег Сервис на кишке Идеальное состояние Новая резина Новый тормозной диск С колодками Все в каком месте они новые Тут уже об них порезаться можно Была замена ремня ГРМ С роликами Ремня генератора Фильтер Топленный Воздушный Масло Двигатель Так Ну в салон мы пока не заглядываем Потому что там лежат Лежат отличные вещи Ну я имею ввиду Не открываю Чтобы стойки померить Позже немножко По значениям все очень хорошо Это он из-за того что полированный отслоился Вот здесь вот тоже Да я тоже Заполировали ее Отвечаю Ни одна не крашена А тут что? А тут у нас Неприятности Легкие правда Но все равно Машина хороша Реально хороша Но то что у нее Крученный пробег Это факт И скрученный он реально криво Сняли защиту Вот аж Аж замыто Капелька висит Задний сальник коленвала И оно идет вот Вот сюда вот здесь висит И дальше вот эта вот Вся балка которая грязная Это именно от него Смазка На пыльнике Набивали И очень И очень сильно ее Набили Или же не зажали хомут Ага Он просто порванный Аня выдавила смазку Пыльник Полуоси внутренней Правый А покачайте Рейку Коротко и быстро Так А ну сейчас Да Скорее всего Только рулевая тяга Ничто так не радует Когда В жару Под раскаленным Двигателем Смотришь И тебе на лоб капает Конденсат Холодненький Очень прикольненько Плюс Легка капит Турбинка У него уже Засажена Или же Вырезан сожевик Сейчас посмотрим Тут Хорошо Тут уже начинается Коррозия Житомир Региональный сервисный центр Все таки приняли решение Приобретать этот автомобиль Хорошо на него поторговались Изначальная цена была 9600 долларов Отдают его За 9000 И с ихним оформлением Договора купли-продажи В общем Кругом бегом Это по факту Получается где-то 8900 Пробег Приблизительно скрученный 1000 на 50 Подтекает Задний сальник коленвала Рулевая тяга левая И пыльник Порванный Внутренней полуоси А так По кузову Вообще Прицепиться не к чему Слово вообще Слышно Экет Продолжение следует... Результат друзья мы встретились у нас на ардрайве по причине того что лопнул патрубок но это не претензии это уже скорее следствие эксплуатации но так как громко выехали на ноус традиционно где я летаю вокруг машин кстати по этому автомобилю еще не было обзоров как таковых и самый интересный момент что же с машиной через полгода хотя не так евгений какие в принципе впечатления дайте вообще что сделалось машины потому что не мы ее обслуживали но обслуживал техник по рекомендации очень доволен и человек из первых секунд как она появилась полностью обслуживался прописывал в истории как что происходило с ней заменена была изначально полуось грм эти обычная сервиска сделана замена фильтров масел и собственно говоря вроде бы особо ничего и не было полуось меняли потому что там вот это было резинка внутренней пыльники пыльник да и принципе появился похоже начинал появляться звук трения в принципе чтобы его не было не не ждать дальше сюрпризов просто поменяли сама запчасть да и все отремонтируем суппорт заменены тормозные диски но опять таки это больше наверно была моя вина потому что не подъехал на и строго тормозная уходила там шлангочка по-моему где-то какая-то было что сделано да я найду в архиве это видео мы его обязательно сделаем выпишем еще раз акцентирую внимание что это не направлено вот иди сюда давай рассказывая вот встретили случайно и слово за слово а в комментариях люди иногда пишут а почему же нет отзывов от живых реальных людей да потому что живые реальные люди не всегда хотят о себе оставлять информацию в принципе не говоря о том что уже говорит что-то на камеру то наш понимать что автомобиль не вчера куплен с автосалона и его надо обслуживать ему какие-то года все-таки имеется машина двенадцатого года на момент приобретения салоне автомобиля пахнет реально салоном они какие-то сигаретами окурками то есть состояние действительно очень классно заморачивались в основном по оригиналу либо очень хорошие заменители не могу сказать что она как-то глобальных денег больших стоит но в принципе я даже смотрю на нее не могу понять что такое сказать глобально большого потому что если 12 года автомобиль то ну за 8 лет и считаю что как бы подходит временно что обслуживать что возможно нам надо улучшить в качестве сервиса ну если есть такие пожелания я понимаю что вопрос неожиданным не менее в качестве сервиса как сказать я ожидал на самом деле что будет все гораздо дольше и быстрее по собой в течение обстоятельств что у вас оказалось свободное время получила что у меня было срочно горячка как у любого клиента хочу прямо сейчас а еще лучше вчера но на самом-то деле те осмотры которые производили ну то что говорят не бита не крашена в круг там под тремя слоями краски это понятное дело и те варианты которые предлагались этот вариант конечно был самый живой девять с половиной за нее просили это еще не вверх на тот момент это было самое дорогое предложение нам еще уступили 500 долларов скидка на то чтобы в принципе обслужить то есть мы грм был заменен на ней но мы я лично просто перестраховался его сам поменял на с первым то но это у нас рекомендации стандартно то есть жидкости были заменены единственное что я на ней сделал для себя 5 таки для себя у меня были родные пружины она была низкая это была одна из причин почему я планировал ее может быть поменять я заменил пружины техник подобрал на переднюю ось с по двухлитровой машины пружины на зад пошли усиленные схода развал сделал идеально по бурдюру можно гонять относительно стало на порядок на 4 сантиметра стала выше и здесь надо понимать что теперь будет выше износ наружных шарниров ну и немного внутренних потому что уже немного не рабочие зона деятельности и ну хотя с другой стороны не намного она будет меньше но тем не менее какой пробег за полгода уже ой родимал 185 было сейчас 215 мы за да довольно такой период могло повылазить многое я доволен как бы данным автомобилем то есть понятное дело что есть машины лучше но наш понимать класс автомобиля бюджет и возраст автомобиля у меня не стояла вопрос где-то что-то сэкономить у меня стояла вопрос чтобы моя семья безопасно передвигалась в автомобиле чтобы я не думал что он сломается ли он меня завтра было самое главное именно цель приобретения чтобы с каким-то комфортом добираться до работы чтобы это сравнительно стоило какие-то вменяемые деньги по максимальных нагрузках насколько она часто нагружается вообще комфортно для меня скорость 140 на данном автомобиле даже когда она была ниже когда она стала выше 140 очень комфортно рулится нормально отормаживается но есть понятное дело на обгон риска она не пойдет на рассчитывать дистанцию после третий двигатель он до после подъема в принципе все осталось то же самое но опять таки если мы говорим о каких-то маневров понятное дело 90 градусный поворот она не зайдет на такой скорости здесь вот как раз 2 и 4 был бы в самый раз да вот да еще и полный привод но это было бы уже не экономично из глобального последнего то есть была заменена заменены тросики на коробке передач зачем при морозе и как мне техник объяснил была резинка туда попала влага и когда были минус этом минус 8 резинка и пластиковая защелка наверное так понимаю пластиковая защелка сломалась скорее всего да там особо ломаться там нечего только вот кроме этой да когда тепло без проблем двумя пальчиками все переключалось и не чуков ходить не стало просто про заменил тросики разобрали мне пол машины сняли рулевую подкапотку в половину поснимали техник был в шоке ну проблема исчерпана оставили оригинал так слову о том насколько вот есть офигенный миф люди думают что volvo пипец как дорого содержать вот живой представитель того что ну типа ездишь на volvo а по факту обслуживаешь ford focus 12 тысяч 950 гривен обошлось это замена 4 пружин стоимость самих пружин трос троса все в оригинале на коробку передач это все было по максимуму недорого обслуживать volvo но по запчастям можно было бы в 350 спокойно вложить забрали мне были предложения даме но если данные трасса прошли 220 это допускать там 215 я еще помню что здесь был чуть-чуть корректированный пробег мы с поймали 35 где-то в районе 40 тысяч там 38 то есть я считаю что если она эти родные трасса столько прошли и они великолепно работали просто вот попадания воды был дискомфорт при переключении передач только машина нагревается проблемы никакой не было опять также продолжается даже если мороз на улице над меня пальчиками также и переключалась больше глобального ничего просто главное поддерживать автомобиль в состоянии и будет счастье скажем так из разряда жизнь в локдаун как она до рождество отпраздновали осталось теперь купить носки подарить цветок испечь кулича там глядишь уже и это в любом случае спасибо за уделенное внимание основные тезисы рассказали многое даже больше за что офигительно большое спасибо я вообще в плане интервью очень тяжелый человек не умею делать поэтому еще поэтому не умеет делать и интервью надо учиться надо выходить на другой уровень но это реально живой отзыв это не купленный мой отзыв когда я приобрел автомобиль на сайте у вас указан то есть что можно добавить когда и так все хорошо расширяться только объемы больше нарастать объемы объемы нет объемы дело в том что мышь мы предоставляем определенные стандарты поэтому объемы больше это сразу начать начали с которой очень много и подобных людей много вот многие у нас говорят вот у вас там дорого окей господа поищите дешевле многие кстати есть и что походили где-то там чего-то выбрали потом продали все равно к нам обращались это наверное уже звучит как реклама но тем не менее это констатация факта надо просто понимать если ты хочешь и чтобы автомобиль можно понятно делать купить какой-то класс повыше может два класса повыше в похожем бюджете купить но потом занимать у кого-то деньги на топливо или на запчасти это глупо как минимум но это уже такая сугубо индивидуальная история и тут уже каждый сам решает я вообще не сторонник каких-либо кредитов вот совершенно и машины на последние деньги тоже никогда не нужно брать вот там иногда люди звонят вот у меня есть 7000 и вот последние деньги больше нету надо вложиться и так что потом два года с ней не ездить но наверное это это невозможно из разряда абсурда на этой оптимистической ноте наверное будем заканчивать наше видео и так уже офигенно здоровый хронометраж имеет ребят спасибо большое что досмотрели это видео до конца всем удачи на дорогах с вами был николай тарануха киев компания один авто всем пока пока я все